Девятнадцатый ноября Девяносто четыре тысячи. Если ты являешься приверженцем этого канала и не пропускаешь видосы, то прекрасно знаешь, что 94К — это цель, которую мы устанавливали для нашего клина. Пару месяцев назад мы к этому снова вернулись, говоря очень долго. Напомню, что мы тогда обсуждали этот расширяющийся нисходящий клин, который формировался с марта до октября. Согласно учебнику, имеет цель от девяносто одной до девяносто четырех тысяч, и мы эту цель достигли. Не хочу показаться голословным или извещающим ЛПП, включу видос. Этот паттерн расширяющегося нисходящего клина, в котором мы с вами в настоящий момент и находимся, прямо у зоны сопротивления, имеет определенные в учебнике цели, определяющие как движение сверху до низа этого паттерна, напоминаю, от верха до низа, который необходимо экстраполировать, поместив на зону пробоя, и которые, поместив его сюда, приводят нас от зоны потенциального пробоя, прямиком к уровню в девяносто четыре тысячи, примерно, если мы с вами будем определять эту зону как сопротивление, и измерим от зоны пробоя, в общем, около девяносто четырех. И здрасте, пожалуйста, это именно цель, которую мы установили. Биткоин ее достиг. Но вопрос заключается в том, что будет теперь. Что ж, с учетом того, что биткоин достиг эту цель, нисходящего расширяющегося клина, о котором говорит учебник, и который, согласно нему, соответствует девяносто одной и девяносто четырём тысячам, то в настоящий момент ты можешь ожидать волатильность, которая нас сместит пониже. Нет, 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 ни на минуту я не собираюсь перевернуться в медведя, только лишь потому, что мы достигли цели учебника. Но нам также необходимо увидеть подтверждение. Ведь, глядя на цену, мы видим, что биткоин продолжает движение вверх. Вот здесь 68, мы полезли вверх и до сих пор видим восходящие низы. А биткоин в настоящий момент борется вот с этим сопротивлением. Уровень предыдущего исторического максимума примерно на 93,200 плюс-минус, то, с чем мы боремся сегодня. И цель преодоления вот этого паттерна от верха к низу, если поместить это измерение на точку пробития, то целью этого паттерна окажется больше ста тысяч. Так что биткоин сохраняет потенциал этого импульса и для достижения цели этой формации. Но волатильность, о которой я говорю с учетом достижения цели расширяющегося нисходящего клина, означает, что если бы, например, биткоин не преодолел вот эту зону и начал снижение и опустился бы ниже нашей восходящей трендовой линии, вот тогда бы я начал ждать крупную коррекцию. Коррекцию, которую мы еще не видели с момента исторического максимума. Ведь как только мы его преодолели, пока особо никакого движения вниз мы не видели. Было движение с 93 до примерно 86,5-7, минус 7%, что на самом деле ничто для битка. Ведь биткоин, и когда мы говорим о его коррекции в предыдущих циклах, то мы понимаем, что они реально большие, гораздо больше, чем 7%. Легко, но просто изи нас эта коррекция может опустить на 80+. И многих может испугать разговор о короткосрочной коррекции. Напомню, это четырехчасовик. Но если мы удерживаем этот уровень и от него отскакиваем, то все остается побычи. По-прежнему восходящий тренд и восходящие низы. Но если мы спустимся ниже и не сможем удержать этот восходящий тренд, то я начну ожидать гораздо более глубокие спуски вниз. Крупный рыночный слив. Ведь вы наверняка догадываетесь, что очень многие здесь лонгуют. А это движение значительно увеличит ликвидность, чтобы откупить низ для крупных игроков. Если цена вымоет людей перед тем, как пойти вверх. И экстраполяция этого паттерна, если вы делали ставку на потенциальное пробитие этой зоны вниз, приведет нас примерно к 83,5 тысячам. Так что да, это может быть нижней целью, если нам придется развернуться вниз. Но даже 83,5 значительно выше нашего предыдущего исторического максимума. Так что даже если мы увидим с вами такой провал, это не станет концом света. Биткоин по-прежнему останется на почти плюс 14% к предыдущему максимуму. И размер такой коррекции, если вдруг она произойдет, хотя вовсе это не обязательно, составит 11%, что вообще ничего с точки зрения биткоина. Во многих моментах предыдущего бычего рынка 2017 мы наблюдали коррекции в 40%, так что 11% станет довольно милой коррекцией. Это будет довольно гладкий спуск. Может быть, не для новичков этого рынка, те, кто зашли в него недавно, но те, кто являются криптобиткоин-ветеранами, увидят в этой коррекции гладкую, нежную впадинку в 11%, абсолютно замечательную. Но даже если это произойдет, я уверен, что мы быстро восстановимся и продолжим тренд. Мы пока не достигли наших ценовых целей, а также временных целей. И, повторю сам себя, биткоин по-прежнему остается в бычьем состоянии. Он по-прежнему в восходящем тренде, а тренд, как мы знаем, наш френд, пока он еще тренд. И в короткосроке это будет означать сохранение вот этой трендовой линии. Мы это сделаем. Если мы это сделаем, то, вероятно, мы продолжим расти и даже достигнем уровня в 100к. Но если мы этот тренд не удержим, то можем с вами увидеть 83,5. И в этот момент мне абсолютно точно скажут, «Слушай, Кевин, ты говоришь, мы можем расти, а можем и падать». Но, ребят, что вы хотите от меня? Мы достигли целей нисходящего расширяющегося клина, о которых говорили довольно долгое время. Это были наши цели, и мы их достигли. И раз уж мы достигли целей из учебника, то я уж таки сейчас буду более осторожным. Немножечко, потому что мы целей достигли на этот временной период. Но это вовсе не значит, что всему пришел конец, даже если мы с вами коррекцию увидим. Смотря на цену биткоина вот таким вот образом, немного увеличив масштаб и подровняв кривую нашего тренда, мы с вами видим, что в теории мы находимся на уровне четвертой базы. И каждая база определяется тем, что происходит касание к кривой. Касание к кривой тренда и отскока. Это база. Так что у нас есть с вами начало, первая база, база 2, и последний раз, когда мы касались этого, здесь, на 49 тысячах, это была база 3, и ее середина находится на 62 тысячах. И, согласно учебнику от базы номер 3, цена удваивается. И с учетом того, что это было всего лишь несколько недель назад, мы уже достигли 94 тысячи. Теперь же, согласно учебнику, база номер 4 может немного уйти в расколбас. Так сказать, показать нам волатильность. Так что, достигнув целей этого клина, и оказавшись на 94 тысячах, база 4, скорее всего, покажет нам некоторые движения вверх-вниз. После чего мы продолжим движение к нашей верхней цели, этого параболического тренда, что составляет 124 тысячи. Середина этого диапазона, центра третьей базы, составляющей 62 тысячи, мы ее умножаем и получаем 124 тысячи. Примерно. Но перед тем, как туда прийти, скорее всего, нас хорошенько тряхнет. Кто-то не удержится, а затем мы продолжим расти вверх. Если это все-таки произойдет, то не должно стать для вас внезапным сюрпризом. Так что, в теории, независимо от того, что мы уже достигли 94, и пойдем ли мы дальше к 124, нас может ожидать падение снова до 80+. Где-то в этом диапазоне, скорее всего. Перед тем, как нас потрясет, и мы продолжим забег. Где-то в начале 25-го года мы, скорее всего, увидим новый толчок. И о чем мы говорили на этом канале очень долгое время. Мы движемся по тому, что написано в учебнике. Так что это не особо мое мнение. Это лишь приемы, написанные в учебнике, и наложение их на биткоин. Вот и все. И прямо сейчас учебник нам говорит, что перед тем, как мы достигнем нашей конечной цели, в 124 тысячи, скорее всего, мы получим четвертую базу, где нас хорошенько потрясет. Произойдет создание базы. Что это значит? Это на самом деле значит, что мы продолжим движение к трендовой линии, коснемся ее, а потом продолжим забег. Это означает боковик. Это означает спады, отскоки, повторные отскоки. В некоторых это приведет к смущению и сомнению. И в какой-то степени это следует ожидать в данном буллтренде. Но в целях напоминания скажу, что мы достигли целей нисходящего расширяющегося клина, что говорит о вероятности достижения вершины этой зоны. Вероятно, это преждевременное заявление, но сказать об этом я должен. В целом, ребят, волатильность следует ждать. Биткоин пока себя ведет слишком хорошо. И не забывайте, что бычьи рынки — это не прямая линия. Обычно это зона, полная, резких движений, откатов, отскоков, зон для покупки, перед тем, как мы достигнем гораздо более высоких целей. Зона 124000 может оказаться не вершиной цикла, но это должно стать концом параболы. Что означает начало 2025-го, если мы туда доберемся, может значить некоторый спад, а затем дальнейший забег в направлении конца 2025-го. Вот так я, ребят, вижу ситуацию. Надеюсь, вам нравится то, что я вам говорю. Рассказываю, поэтому нажмите кнопку лайк, подпишитесь на канал и напишите свой битценный комментарий, который мы обязательно прочитаем и на который отреагируем. И, конечно, не забывайте о наших друзьях из Бабла Крипта, которые и делают эти замечательные переводы. Всех обнимаю, всем пока.